МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске... Чёрт! Не давай я, кроп! А вы что, преступница? Производную основу выделяем жирным шрифтом. Чебоксары. Именно в этом городе появился уникальный телевизионный проект «День перемен». Именно здесь живут его новые герои. Мама Александра и дочка Карина. На целый день им предстоит поменяться ролями. Меня зовут Исмаилова Карина, мне 12 лет. Я учусь в школе номер 62 в 6-м Г-классе. Я очень люблю танцевать. Я пробовала много разных направлений в танцах, но остановилась на хип-хопе. Также я очень люблю рисовать. Раньше я даже ходила в художественную школу, но сейчас на это у меня не хватает времени. Меня зовут Егорова Александра. Я закончила Саратовский юридический институт МВД России. Училась на эксперта-криминалиста и работаю по профессии. Я с детства мечтала носить форму. Мечта моя осуществилась. Вот я уже как 17 лет служу в органах внутренних дел. Я занимаюсь технико-ориентическим исследованием документов. В настоящее время большинство объектов, поступающих к нам на исследование, составляют поддельные денежные купюры, также федеральные специальные акцизные марки, различные виды документы. Работа моя интересная, очень ответственная, требует много внимания. Я очень хочу узнать, чем мама занимается на работе. Мама не рассказывала, чем, но сама до конца я не понимаю. Мне надо самой это увидеть и попробовать. Наверное, ностальгия нахлынет на меня. Я улюбила в свое время учиться в школе. Для меня это было несложно. Я думаю, что быть полицейским это круто, потому что ты носишь форму, тебя все уважают. Кореш, у тебя сегодня ответственный день. Будь внимательна. Начнется твой день с занятий по фитнесу, 8 часов. Потом идешь на работу. В верхнем ящике найдешь папочку, там лежит справка с купюрой. Исследуешь купюру, напишешь вывод. А у тебя сегодня по плану 5 уроков и танцы. Карточка на питание в переднем кармане. Не забудь ее. Что, меняемся? Меняемся. Дай пять. Удачного тебе дня. Тебе тоже. Главная задача полиции – бороться с преступностью, оберегать покой людей. А для этого нужно быть сильным и духом, и телом. Одни полицейские бегают по утрам, другие плавают, а вот Александра ходит на фитнес. Разрешено в рабочее время. Головы не забирай, Карины, давай с нами. Еще. Не сдавайся. День школьников тоже начинается с зарядки. Ребята, пора просыпаться. Вас ждет великий и могучий русский язык. Кстати, видео, по которому ученики чебоксарских школ делают зарядку, подготовлено нашей телекомпанией. Мечам, вы, мечам, налет. Были маленькие котели, но было тяжело, было много нагрузки на ноги. Я не могла сделать до конца, потому что ноги у меня очень сильно устали. Завтра будут очень сильно болеть мышцы. Вот так бодрячком и перейдем к изучению новой темы. Но сначала сделаем словообразовательный разбор прилагательных. Угадайте, кто пойдет к доске? Глиняный. Александр выходит к доске. А мы работаем на местах. Глиняный – это прилагательное. Выделяем суффикс «ы». Образованно от существительного глина. Совершенно верно. Глиняный, содержащий, состоящий из глины. Себе объясняем. Выделяем основу. Выделяем основу, совершенно верно. Суффикс «я». Да, смотрим, что остается. И в скобки берем окончание. Почему нужно брать в скобки? Потому что не играет роли в словообразовании. Не участвует. Вот здесь одна маленькая ошибка. Да, суффиксальный. Переносим производящую в производную пунктиром. А производную основу выделяем жирным шрифтом. Посмотрите, у вас так? Так, сегодня большое желание у меня есть прийти домой и повторить. Очень большое желание. Что повторить? Что такое относительное, притяжательное, прилагательное. Выучите это раз и навсегда. Когда мы слышим слово «полицейский», сразу представляем погони, перестрелки, допросы. Но ведь в полиции работает множество разных специалистов. Эксперты криминалистического центра большую часть дня проводят в уютном кабинете. С множеством непонятных вещиц на столах. Оксана, можете мне помочь определить, фальшивая денежка или нет? На вид как настоящая. Оксана, скажите, пожалуйста, откуда эта денежка к вам поступила? Эта денежка к нам поступила из банка. При пересчете они эту купюру обнаружили. И чтобы определить, она настоящая или нет, к нам направили. Мы сейчас с тобой начнем смотреть. Для этого возьмем лупу оптическую. И будем потихоньку изучать. Существует несколько признаков, по которым можно отличить настоящую денежную купюру от фальшивой. Водяные знаки, блестящая ныряющая нить, рельефная надпись для людей с ослабленным зрением. Все это на месте. Подозрительным экспертам показалось облако. Никогда бы не подумала, что на таком облачке может поместиться много всего. И тигры, и медведи, и рыба, и буквы. Это, Карина, называется микротекст. А здесь у нас такого изображения нет. Значит, она у нас... Значит, она у нас фальшивая. Да. Без Оксаны я бы не смогла различить настоящую купюру от фальшивой. Потому что это можно сделать только под лупой. А в настоящей купюре на облаке нарисованы животные, буквы и деревья. А на фальшивой там просто все это заманят. Ссылок с Сунато по часу. Ссылок с Сунатор Марина Валерьевна. Ларма был оратор. Я вижу, что у вас новые ученицы в классе. Как зовут ученицу? Александра. Александра. Вы чуварский язык знаете? Если честно, не очень хорошо. Ну, будем вместе с детьми учить чуварский язык. Я думаю, будет несложно. И начнем с проверки домашнего задания. Надо прочитать стихотворение. Я немножко знаю чувашский язык. Меня мама хорошо знает. Но я вот вчера сидела, вспоминала. У нас не было чувашского языка. У нас чувашская литература была. А этим прибором только деньги проверяют? Нет. Этим прибором можно проверять различные документы. В том числе и федеральные специальные марки на бутылках. Паспорт водительского удостоверения, паспорт технического средства. Мы определили то, что это купюра фальшивая. И тебе необходимо написать справочку за маму. Справкой школьников не испугать. После кучи написанных рефератов оформить документ пустяк. Тем более и образец есть. Как лучше учить языки? Конечно, с помощью игры. Задача школьников найти в классе слова, названные учителем. Сложность лишь одна. Слышат ребята слова русские, а видят чувашские. Зима. Хелия. Так. Холодно. Сирия. Угу. Санки. Чувства. Льдом. Порба. Порба. Новый год. Чечень. Мне больше понравилось искать слова. Они развешивали таблички со словами по классу. И когда смотришь в определенный угол, хорошо запоминаются. Очень важно учить чувашский язык. Все-таки мы живем в чувашии. И думаю, свой язык мы должны знать. Обязательно. Оксана, и что же дальше делать с этой денежкой? Сейчас на купюру поставим штампик, поделку, и отправим ее в коллекцию. Хорошо. Жаль, что нельзя в магазин с такими деньгами ходить. Я не ожидала, что здесь хранится так много фальшивных купюр. Я даже не думала, что столько много преступников может быть чебоксар. Песня «Материнство» — это тема урока музыки. Совсем скоро день матери, поэтому сегодня слушаем, говорим и поем о мамах. Ребята, а как вы думаете, эту музыку написал русский композитор или зарубежный? А хотите узнать, кто написал такую чудесную музыку? Это Виртуг. Франц Кубер, да? Кто знает, откуда родом этот композитор? А, из Франции. Короче, поднимаем, давайте, пожалуйста. А? Из Франции. Нет? А, в Астрии. А, в Астрии. А, в Астрии, конечно, это в Астрии композитор. А кто назовет мне столицу Астрии? Вена. Все знают, молодцы. Это Вена. А что вы можете сказать об этом городе? Александр, а что вы можете сказать о Вене, о столице Астрии? Это центр Европы. Он очень красивый город, похож на, там, на замки, дома похожи, старинные. Правильно. Ну, еще это центр, музыкальный центр Европы. Потому что там жили творить такие известные композиторы, как Вольган Амаде Моцарт, Людвиг Ван, Людвиг Вовен. Алло. Да, конечно, подходите. Карина, сейчас придет девушка, ее нужно будет пактилоскопировать. Что сделать? Снять отпечатки пальцев. Нам понадобится чемодан, экспертный. Жой. Давайте помогу. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что, преступница? Нет. Я решила поступать в органы внутренних дел. А сейчас пока пришла на учебу. Понятно. Давайте проверим ваши пальцы. Давайте. Летом к нам в лагерь приезжали полицейские. Они нам показывали, как снимать отпечатки пальцев. Но за это время я все это уже забыла. И сегодня мне пришлось испытывать все это заново. Ты когда вырастешь, тоже будешь полицейским, как мама? Еще пока не знаю. А кем вообще хочешь? Пока еще не определилась. Есть столько, много разных профессий. А нравится вообще? Да. Работа полицейского? Да. А эта краска смоется? Да. Или я так и буду все время ходить? Нет, не будете. Это интересно. Но еще одновременно это все пачкает руки. Не очень приятно. Но зато интересно. Александра, мы сегодня у нас гость в нашем классе. И вот хочу вам задать такой вопрос. А в чем предназначение материнства? Вырастить достойного человека. Дать ему правильное воспитание. Это, я думаю, главное предназначение мамы. Любовь, мне кажется. Главное дарить любовь детям. Во всем понимать их. И тогда, мне кажется, все будет хорошо у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что же, мы тоже вас поздравляем с мальчим днем материнства. Желаю вам здоровья, радости и, конечно, счастья. А счастье любой мамы, это счастье их детям. Име парит свет голубой, вновь я с тобой. Мне говорит, что добрый бой, вновь я с тобой. Час ночной стороной дома пойдет гроза. Вновь со мной, сверх родной, мамы моей глаза. Мамы моей глаза. Молодцы. Я, конечно, не ожидала. Сначала хочу выразить огромную благодарность Андрею Анатольевичу за этот урок, за этот подарок мне. Тема была такая замечательная. У меня вот до сих пор мурашки. Я чуть не расплакалась. Честно. Для чего нужен валика краска, понятно. А для чего нужно все остальное? Эксперты выезжают на осмотр места происшествия как раз-таки вот с этим чемоданчиком. И здесь есть все необходимое для изъятия следов пальцев рук и следов обуви. А моя мама тоже выезжает с таким чемоданчиком? Да, конечно. Если тебе повезет, то сегодня ты тоже поедешь на осмотр места происшествия. Интересно. Вот так мы и добрались до обеда. Только оказалось, что в столовой едят всего 9 человек из класса. Остальные носят из дома шоколадки или покупают в буфете булочки. Вот и Карина решила просто попить чай и не пошла с коллегами в столовую. В столовой было все очень вкусно, разнообразно и сытно. Я не знаю, почему детки неохотно едят, когда вносят тарелки, полные с едой, обратно уже. У меня сердце кровью обливалось, если честно. Мне все понравилось. Мне нравятся формы, но точно не понимаю, что обозначили эти звездочки. А звездочки эти говорят о том, что твоя мама Карина – майор полиции, отличный специалист в своем деле. За день может 7 экспертиз провести. За считанные минуты может определить, на настоящем ли заводе изготовлен этот алкогольный напиток. Бутылка как бутылка, что в ней не так? Здесь, на бутылке, мы изучаем федеральную специальную марку. Она, как и денежный билет, изготавливается на госзнаке и часто их подделывает. Здесь отсутствует вовок на красной, такие маленькие красные ниточки. Поэтому это поддельная марка. Работать с микроскопом мы учимся еще в школе. Как раз сегодня на биологии лабораторная работа. Вот ведь ирония судьбы. Итак, ребята, начинаем лабораторную работу. Объектом нашего исследования является бегония. Это лист. Мы должны рассмотреть сегодня внутреннее строение листа. А для этого нам необходимы специальные приборы. Ну, прежде всего, конечно же, мы с вами вспомнили микроскоп. И, безусловно, матрасик, на котором у нас имеется препаровальная игла, предметное стекло и маленькое покровное стекло. Ребята, берем в руки предметное стекло. И с помощью пипетки капаем в центр предметного стекла каплю воды. Затем помещаем на эту каплю объект нашего исследования. Это кожица листа. Снимаем очень тоненькую пленочку с помощью иглы препаравальной. И помещаем эту тоненькую кожицу в центр нашей капли. Затем берем в руки покровное стекло и под углом 45 градусов захлопываем его. А теперь мы можем наш объект исследования положить на предметный столик для того, чтобы его рассмотреть. Я так понимаю, марки поделывают для того, чтобы сэкономить на налогах. Чтобы не покупать дорогую марку, они покупают дешевую фальшивку. Когда я зашла в класс и увидела микроскоп, я, конечно, обрадовалась, потому что о микроскопе я знаю не понаслышке. Вот сегодня изучали строение листа. Урок английского языка у шестиклассников начался со скороговорки. Копа, кофе, пот. Александра. Эпропа, капа, кофе, фром. Эпропа, кофе, пот. Вот скороговорка. Это я сказала по английскому языку, но как переводится, не спросила. Очень интересно. Вторым испытанием урока стало чтение и перевод огромного текста. Пельмени – это популярный курс для русского кузина, который из Сибири. А тем временем в полицию поступил звонок о краже. Карине все-таки повезло. Девочка отправляется на место преступления. После просмотра кучи фильмов о работе полиции, сейчас каждый из нас представляет, что говорить и делать. Ничего не трогайте, мы сами все посмотрим. Жизнь здесь. А как вас зовут? Меня зовут Валентина. Валентина, скажите, пожалуйста, что у вас пропало и откуда? Пропала из зала. В шкафу была шпатулочка с драгоценностями, ее нет. И оставили беспорядок. Прямо в коридоре Карина заметила след и решила его изъять. Другими словами, перенести на специальную дактопленку. Настоящий полицейский сначала, конечно, бы сравнил этот след с отпечатками всей обуви хозяев. Но мы пока только учимся. На месте преступления не до веселья, а вот в школе можно и потанцевать. Под хит Ютуба песенку бессмысла, но с интересным набором слов. О, у меня есть яблочная ручка! И ананасовая ручка тоже! Эксперты перешли к поиску отпечатков пальцев. В чемоданчике есть магнитный порошок разных цветов для самых разных поверхностей. Отпечатки нужно искать целостные, не смазанные, говоря официальным языком, пригодные для идентификации. Мне больше всего запомнилась на выезде магнитная кисточка. Потому что, когда к ней прилипает порошок, она похожа на ежика. И отлипает очень, как бы, интересно. День перемен – это всегда новые эмоции, знакомства и задачи, которые ни разу не выполнял. Все детство Александра занималась эстрадными танцами. Но сегодня нужно срочно освоить хип-хоп. Совсем не близко. Я, конечно, занималась 7 лет танцами. Думала, что что-то похожее есть. Нет. Сначала, когда мы отдельное упражнение делали, я повторяла безошибочно. А когда начали соединять, уже пошли ошибки. Надо тренироваться. С первого раза не получается. Снимать отпечатки пальцев очень тяжело. Это очень долго. И не всегда получается их найти. Это надо обойти всю квартиру, чтобы найти отпечатки. А получится ли найти мое украшение? Сейчас мы изъятые следы пальцев рук сравним с вашими отпечатками. Все чужие следы мы заведем в базу «Адис Папилон». Надеюсь, что они совпадут с следами преступника. А если не совпадут? А если не совпадут, то они будут находиться в базе данных до момента появления дактокарты подозреваемого. Но кроме нас сейчас будут вашим делом заниматься и другие службы. Мне бы очень хотелось, чтобы моя работа прошла не зря. И полиция нашла преступников. Этих преступников. Потому что мы нашли столько отпечатков, пальцев, обуви. И мы старались. Мама, ты представляешь, если у меня была настоящая кража? Ничего себе. Повезло тебе. Ну и как? Не испугалась? Нет, а что там страшного? Там просто были разбросаны все вещи. Кореш, я тебя поздравляю. Ты справилась. И, кстати, форма тебе к лицу. Вообще здорово. Я заработала тебе две пятерки. По чувашскому и по английскому языкам. Все было замечательно. Класс у тебя вообще обалденный. Мне очень понравились дети. Они меня во всем поддерживали. Подсказывали. И в столовой вас, кстати, отлично кормят. Просто обалденно. Мне все понравилось. Давай, мы с тобой пьем чай. У нас еще очень много дел. Домашняя работа. Читаем Дубровского до 12 главы. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...